ПЕСНЯ ПЕСНЯ С 1979 года в стенах Дворца детского и юношеского творчества Крунинского района Санкт-Петербурга работает и развивается интересный творческий коллектив – хор «Мальчиков». ПЕСНЯ Более семи поколений наших мальчишек приобщились к удивительному миру музыкального искусства, прикоснулись к шедеврам хорового наследия. ПЕСНЯ За эти годы хор обрел свой неповторимый исполнительский стиль. Благодаря высокому профессиональному уровню аранжировок и многоголосных вокальных произведений, созданных художественным руководителем, заслуженным работником культуры Российской Федерации, Марией Иосифовной Гальденшнюкер. ПЕСНЯ В этом году наш хор празднует 40-летие творческой деятельности. Хоровое пение – это искусство коллективное, и именно в коллективе происходит формирование и развитие ребенка наиболее эффективно. ПЕСНЯ Мы развиваем музыкальные способности детей, учим их красиво петь, умение вести себя на сцене, взаимодействовать со своими товарищами. Но главным для нас является ребенок, его психологический комфорт и сознательное отношение к тому, что он взял. ПЕСНЯ Мы стараемся, чтобы, общаясь с нами, педагогами, ребенок приобретал внутреннюю уверенность и самостоятельность. ПЕСНЯ Программа «Хора мальчиков» рассчитана на 7 лет обучения и включает 4 хоровые ступени. ПЕСНЯ Где каждая – этап выстроенной системы преемственности образовательного процесса коллектива. На подготовительном этапе ребята знакомятся с миром хоровой музыки. Вместе с родителями вовлекаются в атмосферу творческой жизни большого коллектива. ПЕСНЯ 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 Высокую результативность обучения хор мальчиков подтверждает участие в конкурсном и фестивальном движении разных уровней. Более 10 лет хор мальчиков взаимодействует с городскими библиотеками Михаила Юрьевича Лермонтова, Владимира Владимировича Маяковского, Александра Сергеевича Пушкина, Антона Павловича Чехова, Дома национальностей, Детской музыкальной школы имени Римского-Косакова. Совместно развиваем новые формы концертных мероприятий, которые мы назвали интерьерные хоровые концерты. Наши творческие встречи с горожанами помогают превращать концертные залы старинных петербургских особняков в профессиональные концертные площадки. Здесь ожившая история позволяет хористам не только использовать интерактивные возможности для творческого и профессионального роста, но и знакомит ребят с настоящим культурным наследием. Звучит речь терпень является неотъемлемой частью культурной жизни города. Более семи лет мы участвуем в городской акции к Дню славянской письменности и культуры на Дворцовой площади. Три тысячи участников, любительских и профессиональных хоров выступают в праздничном хоровом проекте, который неизменно пользуется популярностью у жителей Санкт-Петербурга. Белый-белый парус, знак Русиний, Ларуцов и святой. Белый-белый парус, пейте с морем. Дорогие друзья, вас поздравляет хор, майчиков Санкт-Петербурга. Широкий спектр репертуарной политики коллектива позволяет хору участвовать в городских концертах, праздничным датам и знаменательным событиям. Дню прорыва блокады Ленинграда, Дню Победы, Дню Города, Дню Защитника Отечества. ПЕСНЯ 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 что обеспечивает непрерывность и творческое долголетие коллектива. Наш хоровой коллектив, несмотря на свой солидный возраст, 40 лет, находится на острие современности и воспринимается как активное, талантливое детское сообщество, за которым будущее исполнительской хоровой культуры Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга